Здарова народ! С вами самоостройщик Леха и это заключительное видео по ремонту ванной, то есть весь ремонт от А до Я, со всеми вырезанными моментами, которые были, со всеми ценами, со всеми сроками. В общем, все по порядку. Так, естественно, началось все с перегородок, и все стены потом мы поштукатурили гипсовой штукатуркой. Дешевле было бы, в принципе, с цементной сделать, если бы я вообще покупал эту гипсовую штукатурку. Мне ее подарили, поэтому мой вариант и так неплохо дешевый. Выронил я все стены по маякам, дал им остаться на месяц и ушел в другую комнату. Через месяц я вернулся и решил утеплить полы. Утепляло все это дело ЭППС с пятью сантиметрами. Пол названия просто не выговорю, поэтому ЭППС буду назвать. Утеплил, об этом тоже рассказывал и дальше нужно приступать к разводке. И нужно было сделать разветвление на горячую и холодную воду. Получается, горячих точек было две, а холодных было четыре. Почему? Потому что мойка ванны это горячая и холодная, но еще также у нас холодная это унитаз и стиральная машина. Провел эти трубы под канализацией, потому что канализация должна уходить под углом. Если холодной горячей воды все равно к она там будет идти, то вот канализация должна уходить строго под углом. Поэтому я просто в ЭПП сделал углубление и там положил трубы. Ну а дальнейший монтаж труб делается в стене. Для этого нужно делать штробу. Не забываем про средства защиты и штробим. Субтитры сделал DimaTorzok Когда туман рассеялся я продолжу работать. Удалил заранее отштробленный газобетон и штукатурку из стены и в будущем сейчас туда просто утоплю трубы ЭПП. Впоследствии трубы будут перемещены, но на тот момент я об этом даже не задумывался. Сделали так, как запланировали заранее. Так как трубы будут находиться под стяжкой, их необходимо в что-то завернуть. Я завернул в подложку, которая ложится под ламинат. Ну и потом далее сверху собрал уже трубы канализации. Летом я писал в сообществе помощи как сделать лучше мне написали, что на всякий случай трубы не цементируй полностью, чтобы в будущем мытья к ним был доступ. Поэтому я так и сделал. Далее уже выставлял маяки и использовал профиль в качестве направляющих. Сделал все это по уровню. Да, кстати, труба полностью в стяжку не ушла. Это важно. После того, как я все это выставил маяки, я уже сделал стяжку. Далее была выполнена цементно-песчаная стяжка из песка бетона М300 с перемешкой с керамзитом. Субтитры сделал DimaTorzok Стяжка достигала около 10-11 сантиметров в высоту. И все это дело было разбавлено дорожной сеткой. Далее провил ровненько по уровню все это разровнял. Когда это подсохло, весь керамзит у меня всплыл, ну потому что нужно было за день до этого его делать цементным молочком, чтобы он прилип. Но об этом, естественно, я сразу не додумался. На следующий день, как настоящий хирург, шпателеком я все это удалил. И получились на стяжке такие маленькие отверстия. В дальнейшем я удалил маяки профиля. К сожалению, я их выкинул, а могу использовать их в деле. Но доходят не сразу до меня. Хоть они кривые, их можно было кого-нибудь использовать. Потом взял уже цементно-песчаный раствор, жидкий. Нанес шпателем и затиркой все это разгладил. То есть тем самым все углубления не исчезли. Получилась идеально ровненькая, гладенькая поверхность. Да, стяжки настояться около 40 дней, потому что были другие дела занимался. Через 40 дней вернулся в санузел. Погрунтовал все стены и полы. И отгрунтовал все это бетоноконтактом. Да, сейчас я понимаю, что это было немножко неправильно. Лучше грунтовкой. Но что сделано, то сделано. Ну а дальше была погрунтована и сама плитка керамогранитная. Грунтовал ее всю, на всякий случай, чтобы она не отлетела, не отлипла. Потому что такие случаи были. Грунтовали и сложил все это вдоль стены, чтобы все это просохло. И опять же на неделю потом, так же все это забросил. Все это стояло всохлось. Далее была вложена также плитка лицевая. То есть та самая красивая. Их ровно 6 плиток, которая будет видна в проходе. В качестве выравнивания плитки я использовал СВП. А в качестве направляющей использовал провила, придавленная ведрами с краской тяжелой. Далее вдоль стен была положена плитка, которая не очень-то красивая. И потом приступил к сборке коробов. Короба тоже показывал, как собирал. Короба были собраны с учетом тех, где будут полки и где будет спрятана коммуникация. То есть совместил то в одном. То есть спрятал некрасивый вид коммуникаций и сделал полки для красоты и удобства эксплуатации. Готово. В дальнейшем также вы видели ролик, как я сделал столешницу. Столешницу сделал из профильной трубы. Сделал из профильной трубы каркас квадратный. Каркас прикрепил к стене. Внутри каркас сварился арматурой. Утопил туда столешницу, которая сделана из керамики. Далее столешницу снизу закрепил с одной стороны пеноплексом, а с другой стороны уже самой стяжкой. Сделал всю стяжку, облицовал все плиткой. Ролик про нашу солешницу есть под видео. Кому интересно отдельно, как делал солешница, можете посмотреть. В дальнейшем можно будет приступать к монтажу ванну. Ванну я также решил не ставить на голую плитку, а сделать для нее отдельный каркас. Сделал из профильной трубы 20 на 60. Трубу также положил на плитку. Под плитку сделал подложку, простерлил отверстие в плитке. И через плитку, получается, эту профильную трубу сверлил прямо в ту стяжку. Благо там не было никаких труб проводов, поэтому можно было не рисковать, не опасаться, что слишком большие журупы. Просто намертво присверлил два профиля. Далее я потом вокруг ванны сделал металлический каркас из профиля. То есть на этот профиль потом в дальнейшем прикрепился гипсокартон и все это зашил. Но ванну до последнего я не прикреплял. Ванна все еще ходила, могла двигаться. Сделал для того, чтобы в будущем после облицовки плитки, можно было саму ванну подогнать запозлицо к плитке. Потом также мы вспомнились, пока ванна очень была не приварена, что надо бы трубы переместить, потому что удобнее было для взрослого человека пользоваться кранами, которые находятся посередине ванны, а не сбоку. Но что делать? Стараюсь я не для себя. Для себя я сделаю второй этаж. В общем, для родителей, для удобства. Решил все это переместить. Вопрос времени был, в принципе, буквально 2 часа и краны можно было легко переместить в другое место. Так и сделал. Сделал все идеально, чтобы краны были по центру, не плитки, а ванны. Выставил все по уровню, зафиксировал, все. Но ванну пока еще запреваривать нельзя. Далее, так как пропадало место под ванной, все-таки места там было немало, решил сделать ящик. То есть под ванной хочу сделать ящик. Из обрезков, которые мне были очень много после работы от лестницы профильной, решил сделать каркас. Решил сделать небольшой каркасик под будущую направляющую, которая будет выдвигать ящик. То есть к той части, которая прикручена к полу, я приварил 3 профиля высотой 15 сантиметров. А расстояние от плитки до ванны 19. После того, как я приварил все эти стоечки, я потом все покрыл их полностью специальной краской по металлу, которая не дает ржавчин. Ну, то есть хаммера тут не остались, может кто помнит. То есть у меня еще осталась эта банка. Все это закрыл антиржавчиной, так что железо там не прожавеет. Ну и прикрепил направляющий, по которым будет ездить ящик. Мощные, полуметровые. В общем, самое то для тазиков. Единственное, был маленький косячок. Сначала нужно померить, на каком расстоянии будут отверстия, а уже потом приваривать будущие стоечки. А мне пришлось сделать все через одно место, ну как всегда, в общем. Опыт приходит после уже испорченной работы. Вот так они будут красиво двигаться. Все, собираем второй стеллаж, который будет находиться около ванны, чтобы уже ванну в будущем опустить и вынимать, не таскать ее. Установил ванну, собрал ее полностью, обшил гипсокартоном. Все, можно приступать к монтажу плитки. Начал я, естественно, с нижней части. То есть набивал руку там, где не видно, там, где можно малость накосячить. Активно использовал липучку для удобства, чтобы на грамм крепко прилипало, мочил ее тряпкой. Да, кстати, мне подсказали, что использовать предсечение клея крест-накрест нежелательно, потому что там могут оставаться пузырьки воздуха, их оттуда никак не выгнать. В общем, сделал как сделал, в общем, надежно, крепко, четко. Выровнял ванну, подогнал заподлицо. То есть ванна стоит ровно заподлицо по уровню. Теперь, наконец-то, можно прихватывать. То есть я взял сварочный аппарат и прям эти болты, на которых стоит ванна, а стоит на всего лишь на четырех болтах, приварил к этому профилю. Приварила слегка, только два крайних. Если хотите, чтобы в старости дети о вас часто вспоминали, можно приварить два дальних, потому что электродом вот тут достанете спокойно, а вот когда при этот момент демонтажа, ваши дети попытаются болгаркой демонтировать, вас не раз вспомнят и будут вам не очень благодарны за то, что так основательно прикрепили. Ну а в дальнейшем уже вы видели, полностью облицевал все, что можно плиткой и подготовил весь процесс уже к будущему потолку и дальнейшем работал. Для красоты, то есть для разнообразия, чтобы была какая-то изюминка ванной, по центру самой ванны, то есть прям по центру ванны, где находится кран, мы разместили красивое панно. Панно подбирали под цвет плитки, чтобы оно сливалось, чтобы было сочетание цветов. Дизайнеры рассказали мне, что у меня нет вкуса, но раз у вас есть время смотреть такой ролик, где человек с маленьким бюджетом пытается что-то сделать, значит у вас нет работы, если у вас нет работы, значит у вас плохой дизайнер, все логично. Облицевал все плиткой и теперь можно уже смотреть, что получилось дальше. После того, как я сделал все плиткой, у меня шла затирка швов. Для экономии я использовал пистолет от силикона, наливал топлиточный клей и в жидкой форме заполнял швы, так, чтобы внутри оставалось буквально 2 миллиметра. Это было сделано для экономии самой затирки. Могу сказать, что благодаря вот этим действиям мне одной пачки затирки, она стоит 500 рублей, эта пачка, публичного клея 25 килограмм стоит дешевле. В общем, ни одной пачки хватило на всю комнату с 12 квадратов. Ну а теперь осталось сделать только потолок. Потолок, естественно, тоже был бюджетный. На потолок у меня ушло всего лишь 3 700, это с уголками и с панелями. Да, обычно пластиковые панели. Также был вариант еще сделать из алюминия, но из алюминия он стоил бы 12 тысяч, то есть в 4 раза дороже. Вариант у меня бюджетный, поэтому панели самое то. Для разнообразия вкуса я взял не чисто белые панели, а взял панели с серенькой прослойкой. Сейчас покажу. По всему контуру сначала крепил уголки. То есть, ну как, по всему контуру, то есть три стороны из четырех крепятся уголки, куда бы становятся панели. Уголки старался подогнать так, чтобы прям идеально было без трещин, то есть без промежутков, то есть визуально прям было красиво. Как только закрепил уголки, стал собирать панели. Монтаж самих панелей был довольно-таки простенький. Монтаж самих панели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Также не забыл подключить вентиляцию, то есть вытяжка обязательно, куда будет уходить вся влага. Про вентиляцию уже следующий ролик мы начнем разбирать ее, как я ее сделал, правильно или неправильно, в общем покажу, также по бюджету. Всю вентиляцию у меня состыкована внутри на клей, а снаружи на силикон. С помощью клея она встыкована, она не двигается, а с помощью силикона она сделана герметично, все просто. Ну и саму вытяжку между панелей и самим вентилятором тоже силиконил. То есть чтобы воздух стремился через вентилятор пройти, а не под ним. Снаружи силикон тесный вариант. И не забудем сразу подключить. Ну и самое последнее было сделать, это последнюю сторону, то есть завершающую. Тут делается наоборот, сначала на панель одевается уголок, а потом уже панель вставляется в основную вместе с уголком в притирку. То есть по-другому в принципе никак. Получилось это не с первого раза, то есть пришлось немножко попотеть, потому что нужно не только попасть в основные пазы панели, но еще и в боковые части. В общем изрядно попотев, но все-таки получилось в конце довести до идеала. После того, как я закончил потолок, приступил к монтажу розеток. Все, у меня в ванной три розетки, то есть стиральная машина для бритвы, фена и так далее. И для полотенцесушителя. Полотенцесушитель электрический, естественно, потому что горячих стейков у меня нету, поэтому будет электрический на 18 ватт. Это немного, поэтому заранее нужна для него розетка, не забудь. Закончил розетки, теперь можно делать унитаз. Как видите, здесь у меня косячок, то есть слишком далеко поставил я тройник. То есть через гофру вода уходить не будет, а если будет, то воды в унитазе будет под самый ободок, потому что слишком большая высота. Поэтому решил изменить, нарастил трубу тройник, сместив немножко на 15 сантиметров в сторону унитаза. Теперь осталось закрепить сам унитаз. Прошелил отверстие в самой плитке. Сначала, естественно, специальным по керамике сверлом. Ну а потом уже обычным сверлом. Главное помнить, если у вас там труба или электрика, то еще можете прохудеть. С помощью пылесоса собрал пыль с плитки и самого отверстия. Ну и потом уже вставил унитаз. Нажмел герметик сразу на унитаз и на отверстие. То есть чтобы прям основательно, прочно, без подтеков у меня был герметичный. Ну и потом потихоньку прикрутил унитаз. Установил бачок. Ну в общем готово. Теперь можно приступать уже к свету. Два светильника по центру, самое то. С помощью коронки по дереву делаю два отверстия. И вставляю туда два светильника. Чпоньк и готово. И ранее в роликах я уже сделал зеркало, которое будет висеть в ванной. Его тоже необходимо установить сразу. Ну, подвешиваем. И не забываем подключить все наши подписанные провода. То есть все это собрать в распайку и все это убрать над потолком. Если все подписано, то особых труда не будет. И еще очень важная часть – полочки. Одну полочку мы не собрали, поэтому нужно сделать разметку маркером. Отметить отверстие и просверлить. Зачем? В дальнейшем я туда вставлю держатель для стекол. Ну естественно и сами стекла. Стекла сделал на заказ. Всего лишь за 1400 рублей с работой. Мне сделали 4 стекла толщиной 6 мм. Крепежи, к сожалению, шли 2 недели. Заказывал их на Озоне, потому что в магазине крепежи мне вставали в 2500. Хотя при том, что стекла с работой стоят 1400. Поэтому искал я стекла на другом конце Москвы. Нашел их за 300 рублей 16 штук. Их часы буду монтировать. Сделал отверстие, утопил от дюпеля, чтобы они не держались. Ну и теперь осталось закрепить сами стеклодержатели. Сделал отверстие. Стеклодержатели установлены. Теперь можно спокойно, аккуратненько установить сами стекла. Ну а перед тем, как поставить сам смеситель в ванну, необходимо в ванну еще пройти герметиком, чтобы кроме как в ванной воды больше не было. Так как герметик очень трудно удалять тряпкой, то есть он растирается, оставляет развод, в общем, не очень удобно. Я решил сразу нанести скотч во всей ванне, потом нанести силикон, а потом скотч удалить. И потом никуда тряпкой махать не нужно, силикон там уже будет на месте ровно высыхать. Так я и сделал, нанес силикон, растер все, естественно, пальцем. Ну а потом быстренько, пока он не высох, удалил весь скотч. Ну а теперь можно уже поставить наш смеситель, который пылится в коробке уже два месяца. Его время пришло. Взяли мы обычный дешевенький за полторы тысячи, не стали в Appendrix покупать за три-четыре. Мне кажется, разницы-то особо нету. Смеситель убирали с таким расчетом, что нечто между ой, какой кошмар и очень дорого. Ну, все готово. Ну а теперь экскурсия. Что в итоге получилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, финансовая часть потихоньку на лайте, чтобы ничего не пропустить, поехали. Плитка настенная и напольная. Настенная 12 квадратов, напольная 2. Настенную покупал за 500 рублей квадратный метр на Авито, потому что там было подешевле. Да и к тому же мы хотели какой-то необычный стиль, не все в серо-белых тонах, как обычно, а что-то такое вкусное, то есть аккуратное, такое приятное. То есть ванна, в которой приятно будет находиться. Ну и на пол две пачки за полторы тысячи. Да, это мы купили. Все-таки пол хотелось подчеркнуть, чтобы пол доволял эффект чистоты, именно был белый. Поэтому был не обычная плитка, а керамогранитная, а она стоит денег. И не забываем 15% на запас. Это важно. На подрезки и урезки у вас может уйти очень много. Ах да, и еще плюс панно. Одно панно, то есть плитка 75 на 60, это вся картина, еще тысяча рублей. Итого 10 тысяч мне ушло только на плитку. Дальше был плиточный клей. 7 мешков по 300 рублей берем, 2000. Потом идет затирка. За счет того, что я клеем затер, то есть маленький слой, мне хватило 2 мешочка, 500 рублей хорошей затирки. То есть хорошей, не говняной. Плюс также утепление у нас идет, полторы тысячи. Плюс стяжка еще также, полторы тысячи. Далее нас идут трубы. Канализационный и плюс еще полипропиленовый, холодная и горячая вода. Еще плюс 2000. Далее шел потолок с панелями и плюс уголки к ним. То есть все в комплекте. Итого 3700. Потом был сделан свет. Два светильника, 400 рублей. Плюс проводка, где-то около 500 рублей туда ушло. Плюс-минус. Под розетки, розетники, розетки, выключатели. 400 рублей, все вместе. Также не забываем еще столешница. То есть из профиля цемента. Сделал из остатков, но сам факт, около 1000 рублей туда ушло. И не забываем еще были стекла. Стекла тоже покупались отдельно. Отдельно со стеклодержателями. Итог плюс 2000 туда. Итак, промежуточный итог. По итогу материала, то есть который материал я посчитал весь, 23800 рублей. Все это стоит. То есть вот в принципе весь ремонт. 23800. Сейчас возникнет вопрос. Что, серьезно что ли? Так дешево? Не может быть. Но подождите, это еще не все. Итак, то без чего не может называться санузел-санузлом. Итак, погнали. Бюджетная ванна, 4000 рублей. Бюджетный унитаз, 4000 рублей. Бюджетная раковина, но они в принципе в основном диапазоне все одинаковые. То есть за 1000 рублей раковина от не нельзя. Они все идут в магазине вот от 3500 и пошли до бесконечности. Мы взяли что-то нормальное. То есть 4000 рублей. Смеситель. Тоже между кошмар и очень дорого. 1500 рублей. Полотенцесушитель. В будущем все равно будет покупаться. От этого никуда не деться. 5800 стоит, который нам нужен. И не забываем, еще у меня висит зеркало. Зеркало в полной стоимости со сборкой 3000 рублей. Как итог, это 23300 рублей. Пробавляем это все к начальной сумме. И вот уже у нас цена в 46100 рублей. То есть практически 50 тысяч. И не забудем сюда приплюсовать также. В будущем будет покупаться еще один смеситель за 1500 рублей. Если у вас есть стиральная машина, то в принципе плюс. А если нет, то это тоже какая-то часть суммы. И еще будет делаться две полочки. Ну полочки я сделаю сам, но там тоже где-то около 3000 рублей. Поэтому грубо говоря мы едва-едва вписываемся в 50 тысяч рублей. Что касаемо было комментариев, что сделал меня через жопу, нету вкуса, найми мастера. Не могу и согласиться, и не согласиться. Во-первых, мастера сейчас даже плохие берут так же как хорошие. Вы их не отличите только по работе. А если он вам попортит ваш материал и сделает плохо, то это вдвойне плохо. Ну и что касаемо работы мастера. Я разговаривал с мастерами, мои знакомые. За работу только плитки хороший мастер взял бы 50 тысяч рублей. Какой-нибудь чернорабочий, какой-нибудь неопытный взял бы за это за 30. А так как мы очень любим смотреть в сторону экономии, мы наняли бы дядю за 300 тысяч рублей и в конце мы огорчились и было бы все печально и не весело. Что касаемо нанять мастера, сделать от начала до конца, то есть от самых стен, от стяжки и до финального. за всю работу я позвонил спросил около 100 тысяч рублей. То есть 100 тысяч рублей очень действительно большая сумма. Это мне кажется не предел, можно найти подороже, можно найти и подешевле, но главное в конце, чтобы результат был ничуть не хуже, чем мой. Я далеко не специалист, сделал я это бюджетно, старался приложить максимум все свои возможности и как в итоге получилось видите сами. Хорошо это не очень решайте сами, но моей семье понравилось более чем, а это значит я в семью принес 100 тысяч рублей. Поэтому только на этом пункте я уже молодец. С вами был самостройщик Леха, в следующем видео потихоньку будем начинать вентиляцию, это значит скоро полезу на крышу, поэтому готовьте стопарики, валерьянку, будет опасно и весело. Всем счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok